Например, многие не могут уйти с антиртаны, они чувствуют этот вкус, когда распространяют книги, они чувствуют присутствие Господа, считая, что Он проповедует там, так же, и не могут оттуда уйти. А в других местах, где-то как-то почувствовать Господа очень тяжело, нужно иметь квалификацию определенную, чтобы чувствовать Бога. Например, те, кто поклоняются Божеством в алтарях служат, они могут чувствовать Господа, потому что там это их служение, это их дух проповеди, там так проявляется. Но в других местах почувствовать Кришну очень тяжело, можно даже перепутать, Кришну ли я чувствую, может быть, я ум свой чувствую. И вот в эту милость Гуру, что Он погружает просто, и когда мы знаем, чем живет Духовный Учитель, нам легко поддерживать с Ним отношения, беседы какие-то. И он, думаю, хорошо, спросил, как же у меня, мы что-то шли по улице, он вышел с заседания и ушел, я просто раздогнал его, что-то спросить у меня было. Он говорит, ну как у тебя образование идет? Я говорю, ну у меня обычная аудитория, то есть спасибо вам, что вы меня туда толкнули, в эту аудиторию, в это общество. Он говорит, экстаз. Видно, он как бы доволен тем, что ты устазе учишься, и ты устазе, то есть ты погружен в такую сангу, просто глубокую очень. И он доволен просто, видно, что у него прям какое-то такое, знаете, отцовское такое, ну, волнение, что вот какой-то сынок один, там, что-то там делает такое, а ему нравится это все. Ну, давай, 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 давай. Я говорю, так, необычно, конечно, то есть непривычно для меня, вот такие вот, люди там такие себя. Я говорю, не, нормально, экстаз, я говорю, да, ну, ладно. Много, конечно, лив было, так сейчас все сразу не вспомню, я знаю, что каждый день какие-то ливы, у меня со мной постоянно там что-то происходит. Поехали на Паригрому рано утром, и мне, причем, мне надо было еще вернуться успеть, чтобы на занятия попасть. Мы рано утром в гостинице шли к Ганге, и темно еще, как бы, ночь, ну, там, сколько там, 4 утра или там, полпятого, где-то так. А мы не знали, что лодки только в полшестого начинают переезжать. Мы вот раньше приходим на Гангу, там, тишина такая, такая, все темно, такой, ну, как, знаете, такой трансцендентный мир, загадочный какой-то. То есть Ганга такая детерша в рога, она такая, прям, нектарная, и никого нету. И думаешь, как переплыть и Дубань вот таким, что пришел-то вообще, никого нету, иди обратно. А, ну, Панчататва на голове, они такие, видно, они в их спазе такие, пришли из гостиницы сбежать, для них это, ну, счастье такое-то просто, куда-то выйти в люди просто. Все, они, если выходят, они всех погружают в атмосферу, вот эту, хоринам, где бы ты ни шел, все, в них кланяются, ой, гори, 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 все, и все, дай, подруга, дай, поднести, дай, потанцевай, дай, пожертву мне, цветы, все, они всех расшевеливают. Если где-то там, основное, туда просто Панчататва изойти, и все расшевеливаются сразу. И мы пришли туда, на эту, на лодочную станцию, и там эти лодочники спят. Ну, не лодочники, а там, как-то пропускной пункт, контролеры, где-то там, в общем, не, они спят. Мне надо тихо пройти, чтобы не были тихо. Раз, так, а не получилось, раз, открыл глаза, так, и увидел такой, ах, как же осталось? Ах, грыл, 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 грыл. А, что там, ты, иди, уже проснулся, сидел. Не, мы стараемся, ждем, ждем, за Чагазбург ждем. Я говорю, давай какой-нибудь лодочник сейчас просто, поймаем. Вот, я сейчас лодочники не плавают, сейчас все спят. Я говорю, ну, знаешь, духовное мире же там, все же возможно, может, духовное мире сейчас? Или мы где сейчас? Он говорит, ну, я не знаю, ты так мыслишь вообще? Я не могу так мыслить. Окей, я на земле, у меня есть тело, то есть. Он такой реалист, я говорю, какой дух, я не чувствую духовного мира. Я говорю, давай почувствуем, смотри, почитаться с нами здесь. Смотрю, ганга бежит. Смотри, мы вместе, в моей пурле здесь, почитание родился здесь. Вечная, она невременная. Он говорит, давай представим его духовное мире, давай лодочника сейчас позовем. Какой-то лодочник приплывет. Он говорит, вот ты вы, иди, 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 иди. Я говорю, да давай попробуй. Я раз говорю, смотрю, лодочник плывет. Лодочник плывет один ночью, представляете, что оттуда взялся. Я говорю, смотри, смотри, плывет лодочник. Он говорит, да это ты, похоже, там что-то наполновал. Я говорю, ты же язык знаешь, да, давай зови его сюда, пусть нас переведет на тот берег. Он говорит, да нет, там что-то, ба-ба-ба-ба, иди сюда. Что, типа, что надо? Я говорю, ну и плыви сюда, иди к нам на тот берег, в общем. Тут раз такой подплывает, подплывает. Не, я не подплыву с вами. И он такой, он не хочет с нами плыть. Я говорю, да ты уговаривай его, да что ты переслываешь, да, файл уговаривай, он подплывет. Денег дадим, много денег дадим. Не важно, дадила как-то, ради этой пилы дадим. Он говорит, ну давай, нам столько терпеть денег дадим. Он раз еще ближе подплыл, ну типа, ну что-то типа такого, типа, что там хотите дать? Что дадим? Да сколько просит только дадим, это велело переплыть ночью. Каким-то лодочникам, утром сидит, я не какой-то лодочник. Я не просто какой-то лодочник, это какая-то лила. И видно, что Гагуру его уже так, у него сомнения все равно какие-то есть. А если есть сомнения, лила может не провернуться. Если хоть какие-то сомнения есть, лила, она начинает тормозиться как-то. Это у меня уже опыт с первых разов в Индию. То есть, когда есть вот эта сильная вера, что это реально лила, то тогда лила разворачивается. Особенно если в Схаме, ну бывают места в Индии не Тхаме. Ну, например, там, ну какие-то города обычные там, это не Тхаме просто. А вот в Схаме там особенная просто вот эта пхава, и нужно верить сильно очень. Я говорю, давай, давай. Я понял, что я двоих не смогу, и лодочник, и Жагагуру не смогу. Я говорю, ну пожалуйста, давай, проси, выпроси. Он, бабу, давай, мы тебе денег дать им. И бабу, видать, понял, что, похоже, вера слабая. Он, нет, сами переплывай, я поплыл. Куда ты поплыл? На рыбалку. Какая рыбалка ночью у тебя? Какая вообразица? Он мне переводится. Он говорит, не хочешь нам разгар, говорит, какая вообразица, какая рыбалка? Я поплыл. И вот так он уплыл. Я думаю, боже мой, как это, шаш, что языка не знает. Так сам с этим лодочником разговаривал. И вот эта атмосфера, когда вы верите, что вы в духовном мире, хотя бы на земле, но вы в духовном мире, она тоже усиливает нашу веру в Кришну. То есть потому что мы же, кто, мы те самые души, которые помогают Кришне расширять, то есть делать его безграничным, своими лилами, своей верой. То есть мы можем влекать живых существ, какие-то лилы, так же, если у нас есть вера, это надо делать. Потому что до чего? Чтобы Кришну порадовать. До Кришны это нужно сделать. Давай вот это сделаем до Кришны. Пужарь каких-нибудь бывает тоже. Там зайдешь в какой-нибудь храм, и там пужари такие все-таки строгие, там, ну, не с нашей сампродари. Там это не бывает. То есть это не делают вот так вот все строго там. И ты подходишь ему и говоришь, баба, Кришна Бхакти, но у стандарты. Ну, тебе никаких стандартов. Он не раз таки. В смысле не видел? Я говорю, какие стандарты? Кришна Бхакти. И видно, у них сразу раз какой-то гмун. Сомнения начинаются, зачем есть стандарты? Я почиталку, снимаю, говорю, поставь нам талик. То есть их вовлекаешь вот в такую простую атмосферу вашей веры, и они раскисают и становятся простыми. То есть вот эта строгость какая-то, она входит. И порой бывает в нашей жизни вот это тоже препятствие. Что мы так строги ко всему, и люди просто пугаются нас. Потому что мы не можем им показать нашу веру в Кришну. Наша вера основана на каких-то строгих вещах. А она очень простая, эта жизнь духовная. Очень простая. Наверное, тоже ей уже много говорили. Харьи Кришну, я даю ей. Какие-то вопросы есть к нам? А не вы хотите? А то придется возвращаться. Вот видите, что она за тобой. Спасибо большое. А вы заговорили про Дух Прабхупады. Вот вопрос такой, насколько, как бы, что основные факторы, которые помогают его поддерживать? И в частности, какую роль играет чтение книг Шилопопады? И можно ли растерять этот Дух, если даже, ну, регулярно читаешь книги Шилопопады? В каком случае так бывает, что как-то не так читаешь, допустим? Ну, естественно, другие факторы общения с преданными, которые вдохновлены этим Духом. Ну, то есть, вот эти факторы, которые позволяют поддерживать этот Дух. Понятно? Да, несколько вопросов. Самое лучшее, что помогает поддерживать Дух Прабхупады, это даже не книги Прабхупады, а те преданные, которые имеют вкус читать книги Прабхупады. Кто понимает, в чём, как бы, цена, ценность чтения книги Прабхупады, вот общение с этими преданными, это сильнее всего поддерживает Дух. Потому что мы также наверняка можем догадываться, что многие преданные всё равно не читают книги Прабхупады. Не так, что никто не читает. Просто, может быть, или мало читают, или плохо, или невидимательно, но не читают. Есть те, кто много читает, запомнил, запомнил, не читает, читает. Но почему вот этого Духа Прабхупады всё равно, его нет уже? То есть просто прочитал книги и пошёл по своим делам каким-то. Потому что нам кажется, что это просто книги Прабхупады. Просто это просто книги. Это следующая ступень уже. Это не просто книги Прабхупады, это просто книги. Просто почитаю и посижу, потому что делать нечего, как интересно, проникнусь туда, что там написано, что Прабхупада там пишет. Но книги Прабхупады, как мы слышим иногда, их нужно изучать. Не просто читать. Их изучать нужно. А изучать, это значит, вникать. Вникать так, чтобы понять, а как я могу теперь эту философию применить? И так как там почти что каждая фраза Прабхупады, она имеет могущество и имеет посыл применять. То есть надо применять просто это всё. И там это кругом, всё вдоль и поперёк, просто пронизано это настроение, применяли. Но у нас не хватает сил, то есть Шахте не хватает применить это всё разом. И поэтому мы как будто бы думаем, ну это не для меня, это так много, это не мой уровень, я там падший, мечта дышит рождение, и так далее. Аргументов столько. И что же нужно сделать? Нужно просто понять те факторы, от которых вы вдохновляетесь непосредственно. То есть ваша природа, она уже всё равно как-то проявлена. Ну, к примеру, например, кто-то кужарит, да? Вот ему нравится кужарит, служить Кришне вот так, это его служение. Он ему нравится служить именно так. Он не делает это, ну, потому что надо делать, потому что кто-то сказал, и так далее. Ему нравится, потому что у него отношения такие с Кришной развиваются. Тогда изучают люди Прагхупады так, где описывается поклонение. То есть вот эти сферы изучают, они тебе понятны, потому что и ты от этого вдохновляться будешь. И ты именно это и сможешь передать кому-то. Потому что ты горишь этим. Ты знаешь это, ты это чувствуешь, ты живёшь, это твоя бхава, и ты легко можешь передать это тоже дух Прагхупады. А кому-то нравится, например, Санкиртани, пожалуйста, читайте, читайте, выискните, Дед Прагхупада говорит о Санкиртани, о важности распространениях книг, о важности проповеди на улицах, о важности распространениях Мадбхагаватам и так далее. Ищи, 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 ищи. И тоже можешь напитываться, потому что тебе знакома эта бхава? Если тебе не знакома бхава, там, аскез, то не надо искать вдохновение в этих фразах, где аскезы соблюдаются, совершаются аскезы. Зачем не нужно? Шестую главу Бхагаватиты почти что никто не читает. Потому что кому там по силам то, что делать? Ажуна говорит, да это не по силам нам. И приеду ему тут, шестая глава не по силам нам. Давайте другие главы. Да, но кто-то наоборот горит аскезами, ему нравится, и потом шестую главу не читает, и потом через неё проповедует. Это пример такой. То есть нам найти именно ту сферу жизни, в которой вы живёте, вы вдохновлены, и вот это у Прабхупады там надо искать, и вот это передавать. Безусловно, что-то ещё может открываться по мере вашего роста духовного. Можете больше брать уже, кому-то уже можно, и то, и то может взяться, а то ещё. Много чего надо. Вот сейчас, например, вышла книга Прабхупады, Прабхупада Гламри так. Да? Это просто океан милости, это океан Духа Прабхупады. Просто читаешь, думаешь, Боже мой, сейчас надо это делать. Прямо сейчас это надо делать. Ну, например, они говорят, ну, они, я просто не буду говорить, что раньше давали, почему сейчас они всё сразу не дают, а раньше Прабхупаде сразу давали. И ответ такой фабричный. Ну, потому что, раньше нужно было миссию двинуть просто было, вот у нас двинуть её было просто. И поэтому Прабхупады шёл на этот риск. Просто раз и, ну, давал. И тогда вопрос у меня такой, почему думаете, что сейчас не надо миссию двинуть? Или что, она прям хорошо так двигается, у нас сейчас прям идёт? Её прям сейчас-то и надо двинуть. Вот как раз сейчас-то её и надо двинуть-то. Да, и это нужно, ну, пережить, понять, проникнуться, чтобы пойти на такой риск. Проникает, проникает в суть вещей. Это даст нам силу, даст нам силу, даст нам силу этот дух Прабхупады. В книгах и в общении с Вайшнамами, кто вот это понимает. Потому что, если мы общаемся с Вайшнамами близко, долго с теми, у кого нет этого духа Прабхупады, мы вряд ли себе поднимем этот дух. Нам либо нужно этого преданного вдохновлять, да, либо с ним немножко, ну, дистанцию увеличить. Не потому что он плохой, а потому что для меня это опасно, невзращивая дух Прабхупады. Я лучше у кого-то напитаюсь, а потом этого преданного заряжу, его поближе так же. Иначе мы можем заиграться. Заиграться и подумать, да нет, это нормальная философия, сейчас не надо быть активным. Вот живи, джапу читай, соблюдаю, служи как-то, и всё. Это может быть тоже в духе Прабхупады, если ваш уровень такой. Но иногда надо в сердце заглядывать свое и понять, честно себе признаваться, могу ли я больше сделать что-то? И что мне мешает больше сделать что-то для Прабхупады? Честно, вот честно, могу ли я что-то больше сделать? Могу. А что мешает? Не могу признаться себе, невыгодно. Сейчас меняться придется. Поэтому лучше не могу. Но вот это и есть честность, искренность. Быть честным к себе. Можешь, могу. Что мешает? Вот это меняет. Не просто я выявил себе, вот это мне мешает, и всё. Я продвинул, я выявил, что мне мешает. А теперь начинай действовать. И вот это в духе Прабхупады. Нашлили достаток и меняем его. И это в фильме Прабхупады. Харе Кришна, спасибо Вам за такие вдохновляющие реализации. Скажите, пожалуйста, вот такой важный, актуальный вопрос подняли. Разница между быть учеником Гуру, да, и преданием Гуру. Вот для меня это, ну, как-то открыт, но стало актуальным. То есть на период не бы хотелось стать учеником Гуру Махаранджи. И вот какое настроение именно взращивать, и как вот именно не формально это принять, а именно настроение предания, какой процесс. Спасибо. Спасибо. По сути дела, ученик и преданный ученик, преданный духовному учителю, между этими вещами нет разницы. Если мы понимаем глубину этого слова ученик. На здесь ученик, просто в школе ученик. Он просто ходит в школу, там что-то пишет, сдает какие-то тесты, получает оценки, там да, зачеты, и все, и уходит. Можно сказать, что это ученик. Ученик? Да, это ученик. А есть ученик, который с учителем отношения строит, с Марьей Ивановной. Он не просто пришел, сдал, и ушел. Нет, он живет, он живет, он даже домой уходит, он думает о Марьей Ивановне. Как ее удовлетворить? Как выполнить домашнее задание, чтобы завтра Марья Ивановна сказал, Вовочка, вот ты молодец вообще какой. То есть, ну это пример просто такой, что у вас есть отношения еще. То есть, вы не просто, вот у меня есть учительница и все, я ученик в школу, как он 52-й, ну так образно так. Нет, у меня это духовный учитель, это объект моей любви. У меня нет опыта семейной жизни, да? Ну, примерно. Вот, например, женились, да? Можно сказать, что вы муж теперь? Можно. Но теперь вложите в это слово муж смысл. Что вы будете делать? Вы будете становиться преданным своей жены.